Что важно, чтобы было в названии? Название должно легко произноситься, то есть вам нужно учитывать то, что это должно быть легко. Кстати, вот здесь нет этого совета, пусть это будет только для тех, кто это успеет послушать. Есть такое мнение, что в названиях очень хорошо использовать шипящие, то есть Андриеш, Куш, шипящие или двойные О, Бейш, Пуш, Марш, вот что-то такое, это цепляет, и в этом есть что-то, я не могу это объяснить в психологической точке зрения, но с точки зрения создания имен есть распространенное мнение, что хорошо использовать какие-то вот эти вот либо Z, либо Ж, либо Ш, вот какие-то такие звуки. Название должно быть запоминающимся, или должно легко запоминаться, у него должен быть потенциал легко запоминаться. Хорошо, если будет так, чтобы его можно было легко написать, чтобы не было проблем в плане, вот представьте, вы на вечеринке, это нетворкинг, вы рассказываете про свой продукт, и потом начинаете в течение нескольких минут объяснять, нет, так, это пишется, вот потом R, потом I, потом I, потом I, нет, нет, вот это сотрите, потом C, то есть вам нужно максимально быстро, коротко, четко, чтобы было понятно. Желательно, чтобы оно состояло из одного-двух слов, когда названия длинные, это уже too much, особенно, опять-таки, с учетом того, что потом вам нужно искать, будут доменные имена, названия соцсетей и так далее, лучше, чтобы это было коротко. Вот тут начинается креатив, потому что многое-многое-многое уже занято. Лучше не использовать специальные символы. Это в том числе не очень хорошо работает, опять-таки, с доменными именами, с инстаграмными именами, с социальными сетями, и тогда, если у вас название будет заключать какой-то такой специфический символ, но вы его не сможете включить в название сайта, у людей будет диссонанс, они будут терять этот специальный символ, этот специальный знак, он будет пропадать, это confusion. Чем проще, тем лучше, тем меньше объяснений, тем лучше. Вам обязательно стоит проверить название, которое вы придумали. Я вот тут совмещу две линии. Не имело негативных значений в вашем или в других языках. Мы знаем много примеров, вы можете почитать статьи, когда автомобильные бренды называли какой-нибудь автомобиль словом, которое в другом языке означает, простите, какое-нибудь плохое, нехорошее, по крайней мере, или, по крайней мере, не очень желанное слово, и продажи этого автомобиля в той стране минимальны. Вот это провал маркетинга, который не проверил, какое значение это название имеет в других странах. И бывают такие случаи, когда название одной и той же машины меняют в зависимости от страны, как раз вот из-за этого. И еще проверьте, нет ли повторений. Это плохо с точки зрения поиска вашей компании в интернете. Люди будут натыкаться на их сайт, а поскольку они занимаются абсолютно тем же самым, мы поток людей, которые могли бы только чекать вас, распыляем на двух людей, на две компании, потому что мы не подумали заранее проверить, а наше название вообще повторяется или не повторяется. И еще что из нового, это будет здорово, если ваше название легко будет произноситься роботами, потому что у нас есть Siri, Alexa и настоящие роботы. Все больше автоматических всяких историй будет здорово, если роботами автоматическими вот такими штуками это будет хорошо считываться. Вот здесь есть сайт, на котором можно проверить по всем вот этим параметрам свои идеи и названия. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!